Приветствую всех фанатов вселенной Вархаммер. Сегодня у нас незапланированное живое включение и сразу для новых зрителей моего канала, что такое формат живого включения. Это когда ролик пишется на живую, без каких-либо дополнительных склеек, добавления сторонней аудио или видеодорожки, заранее подготовленного текста. Поэтому за некоторые сбивки, оговорки моего косноязычия прошу простить, уж извините, такой формат, но подписчикам он заходит, часто просят записывать именно его, да и оно и понятно, потому что сделать такой формат можно очень и очень быстро, оперативно, поэтому можем обсудить оперативно какие-либо новости. Но честно говоря, я не планировал записывать данный ролик. Такой небольшой спойлер, готовится полноформатный ролик, то есть там с заранее написанным текстом, добавленный как раз уже аудиодорожкой, картинками и всем таким прочим. Собственно, сейчас я над ним работаю и честно говоря, вот этот ролик, повторюсь, я не планировал записывать, но мы что-то так и разговорились с народом в личке ВКонтакте, там и в телеге по поводу новых моделей пожирателей миров, то есть здорово, не здорово. И я помню, что последние несколько дней мы как раз с народом болтали, в общем-то, именно про 8-баунды. Вот про этих парней, насколько они хороши, это успех или провал и все такое прочее. И прям народ попросил, ну запиши этот ролик, что ты думаешь, может быть там ребята с Ютуба подтянутся, которые не в группе ВКонтакте, в телеграм-канале. Кстати, да, напоминаю, есть группа ВКонтакте, телеграм-канал, есть даже канал на Рутубе запасной, можете подписаться. А если хотите поддержать канал, ссылочка на Boosty будет в описании. Итак, собственно, по поводу 8-баундов. На мой взгляд, вот на мой взгляд, это чисто мое мнение, личное мнение. Может быть, когда я пощупаю эти модельки в руках, а все-таки я планирую приобрести себе этих парней в коллекцию. Ну как же выходит кодекс пожирателей миров, хотя, честно говоря, по тому составу, который показали, да, честно говоря, он меня немножко разочаровал. Но, тем не менее, этих парней надо брать в коллекцию, я их возьму. Может быть, когда я их пощупаю, когда они попадутся ко мне в мои сгребущие лапы. У меня кардинально поменяется мнение. Опять же, я не привязываюсь к паверу. Мне совершенно наплевать, как они будут играть, если это даже будет ультра-мега-разрыв всего и вся. Там, не знаю, эти парни будут убивать Мортариона с одного пинка. Для меня это не важно, мне нравится, для меня, вернее, главное, это бэковость, это соответствие каким-то моим таким ожиданиям в плане эстетики и разные другие моменты. Не будем сейчас на них останавливаться, но, на мой взгляд, я не понимаю, почему для меня на самом деле эти модели провал. Даже не то, что у них какой-то, честно говоря, белыми нитками шитый бэк, вот в плане того, что они там связывают восемь демонов к хорну. Ну, понятно, что это, понятно, что восьмерка, это священное число к хорну и так далее. Ну, опять же, раньше эти парни не фигурировали в бэке, но почему нельзя было ввести каких-то реально бэковых персонажей, которых ждал народ? Почему нельзя было ждать Дредкло и все такое прочее? Ну, самая главная претензия, самая главная претензия, с которой я сталкиваюсь, когда мы с парнями обсуждаем там вот как раз кодекс пожирателей миров, вернее, его выход скорой, я надеюсь, и все такое прочее, что почему не дали именных терминаторов? Ну, вот реально, почему? Ну, это же было настолько очевидно. Ну, у тысячников, окей, там есть рубрики, у Гвардии Смерти есть там саваны и так далее, вот эти дэшрауды. Все это было и в ересь Хорусу. Почему нельзя было перенести все эти отряды? Да, там, понятно, поглотители, это личную охрану Ангрона, вроде как всех выпилили. Могу ошибаться, но, по-моему, да, но есть же красные мясники, они не могли исчезнуть все. И опять же, это просто было логично. В том числе, я читал из Бугорной форума, там тоже народ недоумевает. Почему? Ну, в чем проблема пожирателям миров было дать нормальных термосов? Дали бы им каких-нибудь, даже пускай не красных этих мясников, вот эти вот Red Butchers, да, дали бы термосов под каким-то другим названием, опять же, там, не знаю, очень красные большие терминаторы и так далее. Да не важно, да не суть, вообще важно, как бы их называли, но все ждали именно их термосов. В результате нам дали позестов Кхорна с сомнительным модельным рядом, и если обычные 8-баунты, в принципе, хороши, за исключением вот этих шипов, но, опять же, я просто их спилю. Рука не дрогнет, я их спилю, подровняю, постараюсь как-то избавиться от вот этих вот шипов, они, ну, реально смотрятся нелепо. Если не получится, оставлю, ну, черт с ними. А вот, ну, в данном случае, можно сказать, император с ними. Но, ну, даже вот эти шипы я, пожалуй, оставлю, а вот это все спилю без всякой жалости. Может быть, здесь даже что-то подровняю, использую зеленку, это не так сложно. А, в принципе, позы достаточно динамичные, вот такие брутальные, яростные, все, как мы любим у Кхарнитов, но почему нельзя было это просто перевести на термосов? И, опять же, эти ребята ничего, но Exalted, которые, ооо, они просто смотрятся убого. Мне вот, честно, они не нравятся. Я так не хочу брать их в коллекцию, вот честно. Ну, даже на полку выставлять их как-то лично для меня стыдновато. Вот эти вот лапы какие-то, опять же, может быть, просто неудачный ракурс. Может быть, можно собрать этого чувака без вот этих лап. Используя стандартные, как здесь, видите, здесь, по сути, вот если так посмотреть, меняется только голова, она становится такой более демонической. Бэкпак остается точно таким же, меняется, меняется. А, ну и рука просто меняется вот здесь. А в остальном все то же самое остается. Ну, вот это еще куда не шло. Правда, вот демоническая рука, ну, так как-то прям нелепо сделано здесь тоже. Ну, этот парень тоже ничего, потому что, опять же, здесь минимальная доработка. По сути, меняется только рука. Бэкпак остается точно таким же, топор остается точно таким же. Торс чуть-чуть меняется, появляется вот такая вот пасть. Тор, ну, как бы вот ноги остаются теми же. Ну, а нет, подождите. Не-не-нет, все верно, теми же. Видите? Вот это ничего, ну, вот это перебор просто, перебор. На мой взгляд, реально не надо было заниматься вот такими изысками. Можно было бы сделать просто каноничных каких-нибудь термосов, да, там, с дополнительными черепами, может быть, где-то мутациями. Но, опять же, есть хороший пример, в который раз повторюсь. Есть пример гвардии смерти, есть пример тысяч сынов. Поэтому разочарование, ну, в какой-то степени да. Я ожидал все-таки терминаторов. В общем-то, пообщавшись с народом, как, думаю, многие. Нет, у меня, кстати, есть знакомые, которым, в принципе, зашли вот эти парни. Они говорят, ух, какие-то реальные крутые миньки, здорово. На вкус и цвет, как говорится, все фломастеры разные, и все ордена космодесанта разные. Мне лично они не зашли. Опять же, это мое мнение. Подписчики захотели его узнать. В формате живого включения я его сделал. А на сегодня все. Как бы вот такие мысли. Будем, наверное, конверсить все-таки термосов. Покупать стандартных. Перепиливать им наплечники. Может быть, искать какую-то альтернативу. Может быть, и ребята, которые ваяют альтернативные модели, подсуетятся. Кстати, опять же, вот ГВ сделали такой достаточно прометчивый шаг, потому что сейчас альтернативные миньки расцветут просто. Ну, или ручным способом там что-то подкидбашить, что-то изменить. На самом деле, мне кажется, во второй итерации кодекса пожиратели миров все-таки сделают именных терминаторов, потому что, ну... Ребят, это очевидно. И мне что-то прям становится стрёмно за Детей Императора, потому что неужели им не дадут тоже именных термосов? Это прям вообще будет лютая дичь. Им бы еще и какафонов бы не дали. Это был бы прям вообще топич. В кавычках, конечно, это сарказм был, если что. А так, все. До новых встреч. Пока-пока. Скоро будут такие полноценные ролики. Будет ролик по Хорус Херси Лиджинс, по Фабию Байлу. Он все-таки победил в голосовании. А так, конечно, всем традиционный Гидра Доминатус. Наоборот что эта тема, когда, решила привлекательную жизнь��ю, им seek fabric которая будет больше приземлить подписаться. И в туюw.